МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота-102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Народное достояние. Межрегион ГАЗ не справляется с очередями в Иванинский отдел. Рейд ГИБДД. Водители систематически превышают скорость на 3-й продольной. Смерть за страховку. Инсценировщику собственной гибели дали срок. Брать пример с Ростова. Волгоградские власти пополняют казну в два раза хуже. На расширенном заседании правительства региона главы областных ведомств, депутаты облдумы и руководство областной налоговой инспекции обсудили проект главного финансового документа на 2015 год, который, как планируется, будет суровым и правдивым. По бюджетным доходам Волгоградская область на одном из последних мест. Черная зарплата, огромная задолженность предприятий по НДПЛ, нелегальный бизнес, процветающее кумовство, по причине дефицита бюджета. А у нас получается следующее. Это мой брат, это сват, это кум. Земля ему побудет столько-то. Здесь мы дадим бюджетное ему помещение. Аренда ему будет 10 копеек. А рядом предприниматель, совершенно другой, тысяча рублей. Часть заседания прошла в открытом для прессы режиме, затем журналистов попросили удалиться. Как стало известно, в высоте 102 далее пошел разговор о плохой наполняемости городской казны. Налоговый разрыв по НДФЛ в Волгограде – 1 миллиард 100 миллионов рублей. Больше всего вопросов к земельному налогу. При одинаковой кадастровой стоимости земли в Волгограде и Ростове-на-Дону наши южные соседи собирают в два раза больше налогов. На сегодняшний день 64% площадей в Волгограде не участвуют в налоговых сборах. В отношении положения дел в Краснооктябрьском, Дзержинском районах Волгограда прозвучало слово «бардак». Жители Дзержинского и Центрального районов Волгограда вынуждены стоять в очереди по несколько часов, чтобы попасть в отдел компании «Газпром» «Межрегионгаз.Волгоград» на улице Жукова, 88. В оппонентском отделе компании кому-то надо сделать перерасчет по оплате за газ, кто-то решает вопрос о пломбировке газовых счетчиков. «Безобразие вообще, народ мерзнет. Ну я не знаю, каждый год такая вот проблема. Ну никуда это не годится». «Люди вчера занимали, не прошли. Сегодня с утра, с 7 часов, с полшестого, они очередь занимают. Счетчики заставляют устанавливать. Мы их устанавливаем, как положено, по закону. А принимать, надо же сюда все документы сдать, а не кучу документов, приходите. Вот стоишь, ты никуда не денешься». В компании «Газпром Межрегионгаз.Волгоград» «Высоту-102» заверили, что проблема очередей – дело временное. «Вот сейчас все пошли в срочном порядке устанавливать эти приборы учета. И просто действительно идет вал этих людей, которые хотят в последние дни уходящего года успеть это все сделать. Вот сейчас дачный сезон закончился, вал массово идут люди, которые дачники и хотят получить перерасчеты за газоснабжением. «Высота-102» будет следить за ситуацией и развитием отношений между «Газпромом», «Народным достоянием» и «Народом». Сегодня вынесен приговор в отношении псевдоутопленника Александра Сусойкина. Он инсценировал свою гибель ради получения страховых денег. Его сообщники получили по 2,5 года тюремного срока. Они опознали якобы труп своего приятеля, чтобы впоследствии получить за его гибель страховые выплаты. На их счета успели поступить 2 миллиона рублей. Всего же страховые суммы в семи разных компаниях составили 16,5 миллионов рублей. Главный фигурант уголовного дела Александр Сусойкин в «Волге» на самом деле не тонул и был задержан оперативниками в ресторане. Схема данного преступления очень интересная. Она не всегда встречается. На моей практике она первый раз. И здесь можно говорить о том, что если бы не вмешательство Следственного комитета в данный вопрос страхования, в гражданском порядке эти лица, они выиграли бы все судебные процессы по возмещению страховыми организациями данной страховой суммы. По основной версии следствия, Сусойкин планировал сбежать из страны, сменив имя, чтобы не расплачиваться с многомиллионными кредитами. Как говорил Глеб Жеглов, так, без вины, то есть наказаний без вины не бывает. Все, я с ним согласен. Свидетельство о смерти Александра Сусойкина аннулировано. За мошенничество ему предстоит провести три года в колонии общего режима. Третья продольная магистраль в Волгограде – дорога, на которой водители так и тянет прокатиться с ветерком. Во время очередного профилактического рейда ГИБДД были остановлены десятки водителей, превысивших скоростной режим. Нарушителей ничему не учат страшные примеры множества ДТП с погибшими и пострадавшими из-за высокой скорости движения на этом участке дороги. 23 октября погибли водители легковушек, которые столкнулись на встречной полосе. 5 ноября от полученных после аварии травм на месте скончалась пассажирка малолитражки. Тогда на встречную полосу выехала Тойота Камри. Напомним, разрешенная скорость движения в черте города – 60 км в час. На этом все. До свидания.